Вопрос дня в эфире Первого Приднестровского в студии Виолетта Ганин, Александр Логутин. Здравствуйте! В Москве находится делегация из Приднестровья. Ее возглавляет президент Красносельский. Какие мероприятия запланированы в столице России, сегодня обсудим. А еще поговорим о туристических маршрутах, которые разработали специально для нашей республики. Приднестровский-российский диалог носит системный характер и поддерживается на различных уровнях. Об этом написал президент Вадим Красносельский в своем телеграм-канале. Глава государства находится в Москве с рабочим визитом. В России его сопровождает наша съемочная группа. И с нами на связи корреспондент Первого Приднестровского Татьяна Батуева. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, коллеги! Рада вас видеть очень. Как вы долетели? Как все прошло? На самом деле долетели очень хорошо. Все прошло благополучно. Проверили нас, проверили паспорта, проверили тесты. Пропустили, все хорошо. Москва нас встретила мелким дождем, который не прекращается вот уже сутки. Вадим Красносельский также написал сегодня, что есть ряд вопросов, которые требуют дальнейшей детальной проработки и обсуждения с более широким кругом российских коллег. Напомним, что на прошлой неделе у нас была целая делегация депутатов Госдумы, а вот сегодня уже президент у нас в Москве. Какова программа встречи у него там? Ну, программа большая. Это и встречи и в МИДе России, и в Госдуме, и в Совете Федерации. Ну, конечно, президент сегодня начал с традиционной точки, когда он приезжает в Москву в любой визит, он посещает наше представительство в Москве. И сегодня начали оттуда. Сегодня Вадим Красносельский встретился с членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам. Там человек Александром Бродом и представителем правовых организаций. Все проходило на площадке официального представительства, как вы, Татьяна, только что и сказали. И расскажите, как прошло это мероприятие и какие вопросы обсуждали? Наши представительства, и, конечно, собрались сегодня правоведы, это руководители авторитетных юридических организаций. И много говорили о Приднестровье. Александр Брод тоже был, хотя он был удаленно. У нас стоял большой экран, и мы с ним, в принципе, общались и через телефон, и через телевизор. Были и руководители других общественных организаций, в том числе и известные правоведы Гасан Мерзоев, и Владимир Хамерики, и Олег Иванников. Многие не раз посещали Приднестровье, были у нас и знают, в принципе, о наших проблемах. Говорили, конечно же, о правах Приднестровцев, которые нарушает Молдова. Это все известные проблемы. Это и проблема на свободу передвижения, и о запрете въезда на Украину. Говорили также и о банковской блокаде. Говорили о том, что наши пенсионеры не могут получать деньги на международные банковские карты. В общем, этот весь круг вопросов, он известен. Их сегодня обсудили с правозащитниками. Как сейчас работает наше официальное представительство? Принимает ли оно Приднестровцев? Ведь в России сейчас сложная ситуация с коронавирусом. Да, мы пообщались с Леонидом Монаковым. Нас встретили тепло, угостили чаем, конфетами. Леонид Монаков, глава нашего представительства в Москве, рассказал о том, что в пандемию, конечно, обращений меньше, но люди все равно звонят, и больше вопросов решается в телефонном режиме. И сегодня, когда мы, в принципе, зашли в представительство, секретарь Леонида Монакова как раз звонила кому-то из наших соотечественников и говорила, что можно прийти и забрать какие-то нужные документы, которые вот помогли и сделали. В принципе, приемы продолжаются, но они, конечно же, ограничены какими-то карантинными правилами. Но нашим приднестровцам помогают, рассказывают о Приднестровье. Даже Леонид Монаков привел нам пример женщины, которая переехала в Приднестровье вместе со своим мужем и сейчас благополучно у нас работает, живет, купила квартиру в Дубосарах, взяла льготный кредит на жилье. В общем, все хорошо, и люди к нам приезжают и пользуются программами господдержки, которые, в принципе, реализуются сейчас в нашем государстве. Мы уже отчасти сказали, что на прошлой неделе в Террасполе посетила делегация из России, в которую вошли зампредседателя комитета Госдумы Евразийской интеграции, связанной с соотечественниками Артем Туров, зампредседателя комитета по труду социальной политики Дилан Ветеранов Марина Аргеева, член комитета по охране здоровья Андрей Горохов. Депутаты сообщили о формировании в Госдуме парламентской группы для взаимодействия с Приднестровьем, где проживают свыше 200 тысяч соотечественников российских граждан. Знаем, что у президента запланирована встреча с Сергеем Неверовым. Какая повестка этой встречи и что планируют обсудить? Ну, пока нам всех карт не раскрывают, что именно будут обсуждать на встрече, но в любом случае это будут вопросы, которые волнуют людей, это и вопросы материнского капитала. И сегодня президент также говорил о том, что мы предлагаем, Приднестровье предлагает использовать тот же материнский капитал на нашей территории, чтобы наши дети могли учиться в нашем университете, и чтобы наши специалисты могли покупать жилье, и молодые семьи покупать себе жилье за материнский капитал, который выдают в России. Конечно, это было бы очень хорошим подспорьем для всех граждан России, которые проживают в Приднестровье. Эти вопросы будут обсуждать наверняка в Госдуме, да, и наверняка будет не только встреча с Сергеем Неверовым, будут и другие встречи, но пока мы не знаем с кем, нам пока не говорят. Нам пора задавать вопрос дня, мы напоминаем правила нашей программы 30 секунд на ответ. И вопрос сегодня звучит так. Какие будут результаты этого визита? Александр, ну я думаю, что результаты уже есть. Все-таки в Госдуме у нас целая мини-фракция Приднестровская собралась, и об этом говорили также депутаты, которые приезжали к нам, и Марина Аргеева, и Андрей Горохов, о том, что вопросы Приднестровцев уже решаются, и надеемся, что это будет в ближайшее время. Ну что ж, спасибо вам большое, хорошей вам командировки, желаем вам успехов, все успевать и, конечно, высыпаться. Ждем от вас новостей. Спасибо. Спасибо. Марафон вакцинации уже четвертый. В селах всех районов республики можно было без проблем привиться от коронавируса. Как и прежде, задействовали выездные пункты. Для сел, где нет своих медпунктов, специально выделяли автобусы и привозили людей к месту вакцинации и обратно. Прививочные кабинеты поликлиник Тирасполя и Биндер тоже работали выходные, вакцинируют также на наших рынках. Такие пункты уже работают в Тирасполе и Биндерах, и Рыбнице и Дубосарах. И на этой неделе уже начнет работать пункт вакцинации в Слободзе на центральном рынке. Записываться заранее не нужно. Второй укол можно сделать в том же прививочном пункте на рынке или в любом другом по месту жительства. Вакцины есть, они есть на выбор. Янсен, Файзер, Синовак, Астрозенека. Не забывайте паспорт, он нужен для того, чтобы оформить сертификат о вакцинации. Так что прививайтесь и берегите себя. Кстати, уже идет подготовка к ревакцинации. Врачи говорят, что второй раз делать себе вакцину можно, когда пройдет полгода после первой вакцинации. Сейчас обсуждается, как все это будет. Кроме того, если вы прививались, например, спутником, то второй раз вакцину делать можно, например, Файзером, то есть другим препаратом. Но имеется в виду ревакцинация второй раз. Вот этот имеется в виду. И еще врачи фиксируют, что те, кто привился, болеют намного легче коронавирусом, чем те, кто не привился. Это факты статистики. Так что вовремя обращайтесь к врачам и вакцинируйтесь. Мы продолжаем. Сегодня республика отдыхает, дети на каникулах. И как с пользой провести это время? Ну, конечно, лучше всего отправиться в путешествие, да еще на свежем воздухе. И нам очень хочется рассказать о новом туристическом маршруте. Его как раз разработало агентство по туризму. Сейчас все подробности узнаем у нашего гостя. С нами на связи Игорь Крижановский, начальник отдела реализации целевых программ и приоритетных проектов агентства по туризму. Игорь Николаевич, здравствуйте. 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 Итак, советский тур. Это новый туристический маршрут, рассчитан на 4 дня. Куда вы планируете повезти ваших туристов? Что будете показывать? Это четырехдневный маршрут по Приднестровью, который включает несколько объектов именно советского периода, который наибольший интерес вызывает у иностранных туристов. В первую очередь советские памятники, памятники архитектуры, различные достопримечательности. Они привлекают в первую очередь европейского туриста. У нас начинается маршрут с города Бандерс, памятнику паровозу, железнодорожникам-революционерам, в котором также есть несколько вагонов, где разные экспозиции представлены. Кинотеатр, далее сам Дом культуры Ткаченко, столовка СССР, которую могут посетить и попробовать, как это было с советской столовой. И закончить этот день мы предлагаем в селе Терновка, в гостевом доме советского периода, КСВВ, где могут посетить их пионеры, и накормить, и уложить спать. Вся информация по туристическим маршрутам есть на сайте вашего агентства по туризму. И там же есть анонс вот этого советского тура. В том числе описано, что можно увидеть знаменитую мозаику. Вроде мы все к ней привыкли, советская мозаика, но у нас как бы нет удивления такого. А вот для туриста это очень удивительно. Все фотографируются на фоне нее. И также есть в программе, что можно познакомить туристов с предметами обихода обычной советской семьи. А как вы это планируете сделать? Вы будете приводить туристов кому-то в гости, или у вас там дом специально сделанный? В селе Терновка есть гостевой дом КСВВ, советского периода, советского стиля, где сама хозяйка представит весь домашний быт советского человека, покажет посвящение в пионеры. И самое главное, что турист это может почувствовать и принять участие в этом. Как это обычно происходит? Как это и было раньше, то есть под гимн Советского Союза выносят знамя, одевают галстук, дают присягу пионеры. После этого играет музыка, дается в вафельке артек и кисель. То есть также потом можно поучаствовать, это разжечь пионерский костер, отдохнуть и провести вечер у костра, ну и переночевать уже в этом гостевом доме. Ну и также представлены различные атрибуты домашнего быта, то есть начиная от, скажем так, радио, и заканчивая купонами, какими-то принадлежностями, где человек может это не просто посмотреть, а также и потрогать. Ну вот все равно мы постоянно говорим, что мы не осколок Советского Союза, боремся с этим. А сейчас у вас появился такой тур. Это не сведется ли к тому, что у нас нет никакой другой истории, там от Екатерины до современности? А опять все будут говорить, что если хотите поехать очутиться в Советском Союзе, увидеть много памятников Ленина, то добро пожаловать в Приднестровье. Советский Союз – это все равно наша история, и от этого ни в коем случае не надо отворачиваться, либо говорить, что это не наше, и у нас, скажем так, это никак не принимается. Мы, наоборот, Приднестровье отличается от всех других стран тем, что хранит свою историю, начиная с самого создания городов Приднестровья, от Екатерины II и до сегодняшнего дня. То есть у нас есть памятники, которые еще с Российской империи, также и памятники, и различные достопримечательности Советского периода, и уже современные памятники. При этом человек сам выбирает, что может посмотреть, и одним из интересов, которые вызывают у иностранных туристов, это именно памятники Советского периода. Поэтому я не вижу здесь ничего такого плохого, чтобы, например, наш иностранный турист мог ознакомиться с историей Приднестровья именно в период, советский именно период. То есть репутация Приднестровья не пострадает, да? Нет, конечно. Мы, наоборот, на это можем заработать. Почему бы и нет? Наши гиды к этому готовы. К нам регулярно приезжают иностранные туристы, но все чаще мы видим, что приезжают и туроператоры. Вот к вам, например, приезжала делегация из Испании, тоже они интересовались Приднестровьем. О чем это говорит, что к нам едут туроператоры? Это что, интерес не просто праздный, да, как едут туристы за новыми впечатлениями, но еще хотят привозить к нам туристов? Расскажите, что это значит, что показываете, что рассказываете туроператорам? Совсем недавно к нам приезжали испанские туроператоры, которым мы показали несколько достопримечательностей, включая до революционного периода, там, Бендерскую крепость. Также они, скажем так, увидели памятники советского периода времени, памятник Ленину, столовку СССР посетили, пообедали, одели одежду, ту, которую носили в советское время, и также побывали на предприятиях современные, которые у нас построены, например, акватер. И это как раз было сделано для того, чтобы они посмотрели, увидели, какие у нас есть туристические объекты, начиная еще до революционного и до сегодняшнего дня, чтобы потом в дальнейшем могли выстраивать различные туристические маршруты и в зависимости от интересов своих туристов. Конечно же, на сегодняшний день, благодаря тому, что у нас проводится Лига чемпионов и проводятся футбольные матчи, то есть, как бы, вот сейчас мы ждем скоро игру «Реал-шериф», у нас уже испанские туроператоры готов привезти сюда туристов и не просто на футбол, а показать еще туристические достопримечательности, которые мы уже им показали. В дальнейшем, как бы, планируется более широкий, скажем так, инфотур на несколько дней, чтобы больше показать туристических объектов и расширить количество, так сказать, предложений от наших, скажем так, поставщиков туристических уступ для испанских туристов, итальянских и других европейских, чтобы в дальнейшем эти туроператоры могли привезти к нам туристов. — А вот такой вопрос. Как сейчас вообще с туристами? Вот мы снимали открытие памятника Михаилу Воронцову в Бендерах, и к нам подошел турист из Москвы, он говорит, хотел посетить много стран, но они пока закрыты, а вот Приднестровье открыто, поэтому сюда приехал. У нас как-то отмечается сейчас рост того, что люди к нам едут из-за того, что мы открыты? — К нам проще попасть, поэтому у нас туристов становится все больше, интерес появляется все больше с тех пор, как сняли ограничения на въезд в республику, но и, конечно же, добавляют сюда Лигу чемпионов, которые также еще больше привлекают сюда иностранных туристов. Ну и плюс наше агентство по туризму на сегодняшний день запускает рекламу в интернете, в печатных изданиях за пределами нашей республики, что тоже является, скажем так, днигателем посещениями. — Да. Итак, пора задать вопрос дня, и сегодня он звучит так. Ну, каникулы продлили детям из-за эпидемиологической ситуации, чтобы поберечь детей, учителей, и это прекрасно, что каникулы продлили, но возникает вопрос, куда съездить с семьей, чтобы полезно провести время? Что вы порекомендуете, особенно тем, кто уже много что видел в Приднестровье? Куда съездить? 30 секунд на ответ. — Пока позволяет природа посещать природные места, то есть погодные условия, самое главное, что сухо, и еще как бы есть листва и какой-то, скажем так, колорит цветов, красного, желтого, да, то есть, конечно же, интересные природные места, это вот Егорлык, Дубасарский район, Роги посетить, также это Строенцы, Валядынка, Каменский район, наши парки, которые можно посетить, например, в селе Чобруччи, парки, которые на сегодняшний день уже выстроились, это Екатерининский парк, это парк Александра Невского, наши музеи, потому что впереди как раз зима, вот можно посещать музеи тем, кто некомфортно, например, на улице прохладно становится, да, можно посетить музеи, потому что, например, в нашем маршруте в Советском представлен музей боевой славы, трудовой славы железнодорожников, да, например, музей первым коммунаром в селе Ленино, куда также можно посетить, как бы посмотреть, как жили весь землянки люди, боевой славы в городе Рыбница. Ну что ж, спасибо за хорошие рекомендации, всего вам доброго, до свидания. Спасибо вам. Спасибо большое. В Приднестровье есть куда съездить и на что посмотреть, тем более республика преображается, у нас ремонтируют школы, детские сады, появляются новые парки. Кстати, не забывают и о старых парках. Например, в парке Победы в эти выходные высаживали молодые деревья. Клены, березы, липы, яблони, почти 140 саженцев. Свои деревья посадил президент вместе с супругой. 50 волонтеров работали все вместе, слаженно. И правила были простые. Вся сложная работа юношам, девушкам, то, что полегче. Но супруга президента работала наравне с мужчинами. Давайте посмотрим, как это было. Сегодня девочки в основном держат деревья. Вы сегодня работаете наравне с мужчинами. Вот вам не хотелось бы просто постоять? Вот как-то вы не устали? Зачем вам это? А зачем я когда-то пришла? Сажать деревья интересно и перспективно. Просто постоишь, уйдешь. А тут я точно знаю, что я сажала это дерево. И землю сюда я лично засыпала. Хотя деревьев посаженных очень много в жизни с мужем. Но все равно каждое новое дерево – это новая жизнь. Парк Победы планируют восстанавливать. Это будет проходить в несколько этапов. Появятся дорожки, новые локации. Также восстановят сцену. А еще продолжат озеленение. Причем по всей республике. Это был вопрос дня. Мы говорили о преднестровской делегации в Москве. Вакцинации в новом туристическом маршруте. А мы с вами прощаемся. Не забывайте просматривать наши новости в социальных сетях. Мы есть также в Вайбере, Телеграме и Инстаграме. Всего вам доброго. До свидания.